Перед серией и после первой игры серии, которая закончилась победой Бруклина, многие начали думать, что тот опыт, который есть у баскетболистов Бруклина, он имеет ключевое значение и этот опыт поможет им выиграть в серии из Торонто. Но, как показали дальнейшие матчи, молодость, задор баскетболистов Торонто, в частности Кайло Лоури, которые показывают прекрасную игру, они сейчас перевешивают опыт игроков Бруклина. И даже несмотря на то, что Бруклин смог отыграть 20-очковое отставание в последнем матче, все равно психологическое преимущество сейчас на стороне Торонто, которым, чтобы выиграть сегодня эту серию, надо показать всего лишь такую же игру, которую они показывали в пятой игре. Шанс Бруклина, наверное, в игре Джо Джонсона. Ну что, Дарон Вильямс, в принципе, на него уже не то, чтобы махнули рукой, но его уже очень многие не считают элитным разыгрывающим, в принципе, наверное, он таким никогда и не являлся. И, в принципе, надеяться надо больше на Джо Джонсона, который может быть сегодня хорошим шутером и помочь Бруклину отыграться, сделать счет 3-3. Очень расстроен, что практически не участвует в играх Андрей Кириленко. Не знаю, с чем связано, что Джейсон Китт его игнорирует. Может быть, у него какие-то повреждения есть, которые беспокоили его на протяжении всего сезона. Тяжело сказать. Пресса об этом не пишет. Вроде бы как он здоров, готов помочь своей команде, но проводит на площадке минимальное количество минут его. Мой прогноз, что сегодня станет счет в этой серии 3-3.